Здравствуйте! Это новости спорта в студии Ульяна Любимова. В Челябинске появилась звездочка шахматного спорта, шестилетний Никита Дроздов. А в Новосибирске нападающий трактор Вячеслав Основин не смог сдержать своих эмоций. Какое наказание ждет хоккеиста за нецензурную брань в прямом эфире, расскажу прямо сейчас. Потому что надо домой бежать, как в ***. Как будто там дом горит, а мы в *** катимся. Поэтому счет 2-0. Именно так прокомментировал первый период матча Сибири и трактора Вячеслав Основин, не скрывая слов и эмоций. И такой настрой передался остальным хоккеистам. На тот момент челябинцы уступали в счете. Но по ходу второго периода черно-белые его сравняли. Правда, в самом конце второй 20-ти минутки пропустили. И в итоге проиграли встречу 2-5. Эксперты отмечают, Основин высказался слишком откровенно. Выражаться нецензурно в прямом эфире не стоило. Но претензии у игрока к партнерам обоснованы. Настрой был, наверное, хороший. А здесь получается, что первый период мы проиграли в 0-2. И поэтому у него, наверное, вылетело неосознанно. Интервью, Основина в микс-зоне, вызвало огромный интерес в хоккейной общественности. После игры в Новосибирске журналисты спросили у главного тренера трактора Владимира Юрзинова, согласен ли он со словами хоккеиста и были ли у него претензии к команде. Я речи в раздевалке не комментирую игроков. Это наше внутреннее дело, поэтому будем сами разбираться. Основин уже не первый игрок, который ругается в прямом эфире. В 2018-м емким русским языком прокомментировал игру своей команды хоккеист-локомотива Якуб Накладал. В 2015-м, используя великий и могучий, делился своим мнением в эфире тренер СКА Игорь Калянин. В обоих случаях лига не вынесла никаких штрафов. Основин пока тоже никакого наказания от КХЛ не понес. А хоккейный комментатор Константин Устьянцев запускает флешмоб. В поддержку Челябинского трактора. Согласно условиям акции, болельщикам предлагается отращивать бороды и выкладывать фотографии с ними в соцсетях с хэштегом «Борода надежды». По мнению Константина, это объединит фанатов и придаст команде дополнительных сил, чтобы попасть в плей-офф. А я напомню, что на данный момент отставание от Кубковой восьмерки составляет 8 очков. А вот нам полом. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы в Будапеште. Уверенно победив в одной четвертой финала итальянок со счетом 13-7. По три мяча в ворота соперниц забросили капитан златоустовской команды «Динамо Уралочка», бронзовый призер Олимпиады Эльвина Каримова и ее одноклубница, дебютантка чемпионата континента Мария Берснева. «Игра шла тяжело. Вначале мяч в мяч. Мы просто выполнили установку тренера и хорошо сыграли в защите, надежно и на контратаках ловили и забивали». Завтра в полуфинале россиянки сыграют с действующими чемпионками Европы из Нидерландов, не потерявшими в венгерской столице пока ни одного очка. А я отмечу, что этот чемпионат является отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио. Его победитель получит путевку в страну восходящего солнца. На этих кадрах юная звездочка челябинских шахмат. Шестилетний Никита Дроздов, который одержал победу в поселке Небук Краснодарского края в отборочном турнире на первенство Европы. В состязаниях на побережье Черного моря участвовали мальчики и девочки из России и Украины. «Я перед соревнованием изучал дебюты в партии играл». Ученик тренера Елены Маценко, набрав 7 очков из 9 возможных, стал сильнейшим в своей возрастной группе до 7 лет. Ребенок работоспособный, он может сидеть за шахматной доской по 2,5 часа, что не характерно для такого возраста. Сила духа, то есть никогда не заплачет при поражении. То есть очень твердый характер. Никита с 3 лет занимается рукопашным боем, а в шахматы стал играть только год назад. Потому что у него занимается старший брат шахматами. Ему 12 лет, у него первый взрослый разряд. Первенство Европы по шахматам пройдет на греческом острове Крит в начале апреля. И подготовка к нему уже началась. Восстанавливают силы, ездят отдыхать, а кто-то даже играет свадьбу. Так челябинские футболисты проводят свой зимний отпуск. А сейчас с новыми силами приступают к тренировкам. Чем будут заниматься футболисты в ближайшие 2,5 месяца, расскажет Александр Захаров. На заснеженном поле стадиона «Сигнал» челябинские футболисты проводят открытую тренировку. 16 января они вышли из отпуска. Прошли медицинский осмотр, сдали тесты. И теперь у них облегченные, втягивающие занятия. Футболисты рассказывают, настроение отличное. Соскучились по футболу и общению с партнерами. А для Павла Кыжевских зимний отпуск получился особенным. Он женился. И теперь с новыми эмоциями возвращается к тренировкам. Да, у меня прошла свадьба. Было, конечно, все очень прекрасно. Не знаю, мы собрались всей семьей, посидели в таком узком кругу семейном. То есть ничего, в принципе, у меня не изменилось. Просто больше стало ответственности. Впереди у команды месяц активных тренировок в Челябинске. Сначала они будут один раз в день, затем дважды. В феврале и марте у команды запланированы сборы в Сочи и Турции. Возобновится турнир в группе «Урал» при Волжье 7 апреля. Челябинцы сыграют дома с новотроицкой ностой. На сегодня это все. Далее происшествия. Вместо счастливой жизни на берегу моря – пустые карманы и стресс. Челябинка заплатила турагенту почти полтора миллиона рублей. Та обещала беззаботную жизнь в Турции в течение года, но исчезла. В ситуации разбиралась Эльвира Хатизова. Не переключайтесь.